Друзья, всем привет! С вами техцентр Автопилот, рубрика автомобиль с пробегом и сегодня знакомимся с корейцем C-класса Kia Serato. Автомобиль выпускался с 2013 года. В 2016 году произошел рестайлинг, переработали оптику и внешне стало немножечко уже другой. В линейке у нас два двигателя, оба бензиновых, атмосферных с распределённым впрыском, что нам уменьшает количество проблем, потом с форсунками и с качеством топлива. Соответственно, 1,6, как у нас мощностью 130 лошадиных сил и 2-х литровый 150 лошадиных сил. Конструктивные моторы приблизительно одинаковые, оба цепные, оба неприхотливы к качеству топлива, но опять же, всё-таки ездят на 95-м бензине. Но важное замечание, что 2-х литровый двигатель, вы уже многие знаете, G4KD, который устанавливается практически на все автомобили от компании Kia. Разработка компании Mitsubishi и доработка компании Kia, вследствие чего у него немножечко изменилась система охлаждения. И опять же, вследствие чего на пробегах 100+, двигатель начинает стучать. Причина тому, задиры четвёртого цилиндра, недостаточное охлаждение и, как следствие, капитальный ремонт мотора. Бояться этого, конечно же, не стоит, но автомобиль лучше выбирать с двигателем 1,6. Потому что на вторичном рынке, во-первых, больше, во-вторых, они с пробегом 100+, не так страшны, как 2-х литровый. Всё-таки в 2-х литровом можно купить и попасть именно на ремонт. Поэтому убираем двигатель 1,6 и, в общем-то, никаких проблем в нём нет. Он достаточно простой, как в обслуживании, здесь всё находится в зоне доступа, не обязательно там при замене цепи спускать двигатель. Цепь, кстати, меняется раз в 150 тысяч километров примерно, не по регламенту, а по практике. Поэтому, когда покупаете бушный автомобиль, если цепь не менялась и пробег 100+, лучше потратите 15-20 тысяч рублей, замените цепь, и тогда проблем у вас точно никаких не будет. По трансмиссии. Значит, у нас доступна автоматическая коробка передач, шестиступенчатая коробка от Kia. Никаких проблем она также не вызывает, за исключением редких подтупливаний. То есть коробка начинает дёргаться, но лечится это, как правило, перепрошивкой. Едете в сервис, просите переадаптировать коробку. Процедура эта стоит в зависимости от сервиса от 4,5 до 6 тысяч рублей по Москве. И в целом дальше наслаждаетесь вождением. По кузову стандарты для корейцев, как и для японцев, не самое стойко-лакрасочное покрытие. Но эти автомобили пока ещё не гниют, потому что выпускаются они сравнительно недавно, порядка 7 лет, поэтому никаких проблем нет. Вот именно с этого ракурса можно разглядеть, что Kia Serato выглядит немножечко растянутым автомобилем. Достаточно широкая база и маленький багажник по длине. Но само багажное отделение у нас очень большое. Багажное отделение у нас сумасшедших для этого класса размеров. Гораздо больше, чем в Focus и в прочих автомобилях класса C. И в целом данный седан от компании Kia, он небольшой такой компромисс между C-DOM классическим и вот именно этой моделью. Во-первых, здесь у нас задняя балка, это, конечно, немножечко даёт дискомфорт на высоких скоростях, потому что автомобиль приходится ловить, он подпрыгивает на неровностях. И на скоростях выше 120 км в час на нём ездить будет не очень комфортно. Но, опять же, это дело на любителя, по крайней мере, вот мне показалось, что на машине комфортно ехать до 120, может быть, 110 км в час. Под багажник у нас полноразмерное запасное колесо, что, опять же, для сегодняшнего дня уже скорее исключение исправил. Ну и, опять же, как и повторюсь, отличный багажник. Пойдёмте назад. Благодаря немножко вытеснутому курбу, сзади места хватает без проблем, с учётом того, что я сижу сам за собой, а спереди я сел очень комфортно, то есть немножечко опустив спинку. Обратите внимание на то, что у нас ровный пол, есть дефлекторы для задних пассажиров, что для С-класса является, скажем так, интересной опцией. И у нас даже есть подогревы сидений. Ну, согласитесь, для С-класса это просто пушка. Места в целом, ну, для троих сидоков, наверное, будет не очень много, потому что есть выемки анатомические, всё-таки для двух пассажиров. Но вот вдвоём на заднем сидении будет очень комфортно. Дверь у нас накрывается в достаточно большой угол. Но вот заваленная стойка, на самом деле, немножечко дискомфортно выходить, потому что можно об неё биться головой. Дверь сделана таким образом, что она уходит далеко за сидение пассажиров, и стойка у нас завалена, поэтому выходить надо будет аккуратно. Ну и также у нас нечищены пороги, поэтому, скорее всего, ваши брюки будут испачканы. Классически для Kia мы получаем достаточно большую россыпь кнопок на руле, то есть у нас большое количество. Можно управлять и магнитолой, и круиз-контролем, и телефоном, и чем только нельзя. Немножечко отличается центральная консоль, она повёрнута к нам, отличается от Kia Ceed. То есть если у Kia Ceed всё у нас в рояльном лаке, то здесь немножечко всё более сдержано. Раздельный климат-контроль, отдельный блок управления климатом, отдельный блок управления магнитолой. В седах, мне кажется, немножечко это сделано более современно, что ли. И есть вот такой бокс, который у нас закрывается для мелочей. Селектор абсолютно классический для автомобилей Kia, небольшой подлокотник, который выдвигается по вылету. Ну а всё остальное стандартно на своих местах. В общем и целом пространства спереди достаточно много, и ничего не напрягает глаз, то есть в общем и целом достаточно симпатично. Вот таким образом встречает нас центральный дисплей, проверка систем. Сразу у нас многофункциональный бортовой компьютер, который имеет большое количество различной информации, настроек. То есть всё сделано, даже немножко чем-то отсылает к автомобилям Audi. Но это благодаря тому, что всё-таки у них практически один человек рисовал все эти автомобили. Очень интересные шкалы у нас, температура двигателя и остатки топлива в баке. И даже вот так вот можно тоже посмотреть, прощается. То есть фирменные фары нам немножечко мигнули. И goodbye. Сразу хочется отметить по шумоизоляции. Вот находясь в автомобиле, мы едем на зимний резинный устойчивый гул от колес. То есть шумоизоляция со стороны колесных арок однозначно слабовата. То есть для корейского автопроизводителя показатель ниже среднего. Есть автомобили, которые даже немножечко потише. Но и ждать, наверное, от такого, скажем, автомобиля идеальной шумоизоляции, как в немцах, не стоит. Совершенно других денег он стоит. Как новый, так и на рынке с пробегом. Подвеска. Опять же, аналогичный Kia Ceed. Стоимость запасных частей. Но не сказать, чтобы она совсем копеечная, но не обременительная. Тем более подвеска сделана достаточно неплохо. Здесь практически ничего не изнашивается. А с точки зрения затрат, например, здесь опять же сзади балка, то есть мы экономим раз 150 тысяч километров на замене сайлинблоков. Хотя они стоят там в пределах полутора-двух тысяч рублей, но замену их все равно там порядка трех-четырех тысяч из вашего бюджета заберут. Здесь балка, поэтому никакие сайлинблоки нам менять не придется. В целом, вся подвеска, как я уже сказал, до 100 тысяч километров могут потребовать замены только втулки стабилизатора. Стоят они абсолютно меняемых денег вместе с заменой по 2-3 тысячи рублей за пару. Поэтому бояться вложений в подвеску здесь не стоит. То есть подвеска беспроблемная. Некоторые владельцы жаловались на то, что достаточно рано начинает течь клапанная крышка. То есть вот на двигателях 1.6 были такие проблемы. Но опять же, переуплотнить клапанную крышку вместе с запчастями стоит порядка 2-3 тысяч рублей. То есть не такие глобальные затраты. Что касается регламентного обслуживания. Обычная замена масла, которую на этом автомобиле необходимо делать раз в 10 тысяч километров, стоит порядка 7 тысяч рублей. Это замена масла с масляным фильтром вместе с расходными материалами. Раз в 60 тысяч километров вам необходимо будет поменять свечи и топливный фильтр, который находится в баке. Эта процедура займет где-то порядка 14-15 тысяч рублей. Также раз в 60 тысяч километров необходимо менять масло в трансмиссии. Да, независимо от того, что производитель, конечно же, нам не рекомендует этого делать, раз в 60 тысяч это делать нужно. Поэтому при покупке автомобиля с пробегом обязательно посмотрите, потому что выбирать автомобиль, скорее всего, будет с пробегом 60 плюс точно. Обязательно узнать у владельца, менял ли он масло в коробке. Если масло не менялось и пробег на автомобиле уже 120 тысяч километров, то менять его, скорее всего, не стоит, потому что велика вероятность, что вы тем самым просто-напросто сократите срок службы. Продукты износа, которые, скажем так, занимают все выемки в фрикционных парах, они, скажем так, осуществляют сцепление за счет продуктов износа. Если их все смыть, то сцепление уже между фрикционными будет хуже, и, как результат, коробка может начать вести себя неадекватно. Посмотрим теперь, на что он у нас способен с точки зрения динамики двигатель. Газ в пол. Колеса немножечко пробуксовывают. В целом, едет достаточно неплохо автомобиль. Как-то даже по ощущению показалось, что побыстрее, чем сит тот же самый. В общем, мнение такое, что двухлитровый мотор для этого автомобиля, наверное, все-таки не нужен. Особенно на вторичном рынке, особенно с теми нюансами, которые есть у мотора объемом 2 литра. 130-сильный двигатель 1.6, в общем-то, будет дарить комфортную езду и, при необходимости, неплохие ускорения для того, чтобы перестраиваться в рядах. Да и не для гонок этот автомобиль. Он имеет достаточно интересную форму, то есть вытянутую, как мы уже с вами посмотрели. Благодаря именно этому у нас большое количество места в багажнике, большое количество места на заднем ряду. Ну и комфортно и достаточно просторно водителю и переднему пассажиру. На сегодняшний день цены на такие автомобили начинаются от 550 тысяч рублей и уходят ближе к миллиону. Хороший живой экземпляр будет стоить порядка 700-800 тысяч рублей. Если мы берем именно двигатель 1.6, мы получаем расход 8 литров на сотню, приблизительно где-то в городском режиме, может быть 8 с половиной. Мы получаем достаточно надежный автомобиль и достаточно автомобиль вместительный. Места здесь не на многом меньше, чем в старшем Kia Optima. И, соответственно, он может справляться со многими задачами, благодаря тому, что багажник очень большой. На этом у нас все. Обслуживайте свои автомобили правильно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал и до скорого. Автопилот. Честный автосервис.